Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Неоднократно вы в комментариях просили приготовить школьные котлеты. В общем, мы изрыли интернет, нашли ГОСТ, по которому в нашем детстве, ну вот когда я был маленький, помните, заходишь в школьную столовую, и там бутерброды были такие, половинка ломтика кирпичика, и на нем котлета стоила 10 копеек, в некоторых местах стоила 9 копеек, в некоторых 11. Ну вот у меня в школе стоило ровно 10 копеек такой бутерброд. Какой он вкусный был. Многое было вкусное. В общем, мы нашли ГОСТ вот этих вот советских школьных котлет, и сейчас их для вас воспроизводим. Ну и для себя тоже, конечно, мы делимся с вами рецептом. Друзья, нам понадобится житний хлеб, в данном случае мы взяли украинский хлеб. Далее, говядина второго сорта, вот такая вот достаточно жирная, потому что для котлет мясо первого сорта в принципе не используется. Поэтому нашли вот такую говядину второго сорта. Лук, куриное яйцо, холодная вода, соль, перец. Полностью как бы ингредиенты на порцию котлет вы найдете в описании, расписанные, скрупулезно расписанные Ларисой по граммам. Но естественно, мы от ГОСТа немножко отступили. Я расскажу в чем. Первое, в количестве хлеба. Если вы хотите делать строго по ГОСТу эти котлеты, вот как их готовили в школе, но мы пробовали так делать, они какие-то странные получаются, то надо 50 на 50. 50% хлеба, 50% мяса. Мы немножко уменьшили количество хлеба и добавили куриное яйцо, так как куриное яйцо в ГОСТовских котлетах тоже не используется. Но мы делаем не так, чтобы было точно по ГОСТу, а так, чтобы было вкусно, как в детстве. Теперь подготовим все для... Тебе можно говядину? Можно, я знаю. Сейчас тебе дам кусочек говядины. Главному дегустатору кусочек говядины. На, выпросила. Подготовим все для того, чтобы измельчить на мясорубке. На мясорубке мы будем измельчать все, и мясо, и лук. Наверное, помните, когда дежуришь на кухне, эти котлеты жарились в духовках на огромных таких противнях. Достают этот противень, а там 100 котлет. Когда дежурил на кухне, котлету можно было получить бесплатно. Ну, во всяком случае, у нас в школе. Тогда много чего на кухне можно было получить бесплатно, когда там дежурирую. Теперь смотрите. По измельчению у меня нет решетки 3 мм, есть решетка только 5 мм. Поэтому мясо я измельчу на мясорубке 2 раза. Если у вас есть решетка 3 мм, то достаточно будет 1 раза. Первый раз измельчил просто мясо. Второй раз буду измельчать все вместе, чтобы потом меньше перемешивать. Чуть-чуть хлебушка, чуть-чуть мяска, чуть-чуть поплачем. Кошка, например, считает, что мы сейчас испортили все мясо. С ее точки зрения. Ну, таким вот образом перекручиваем весь фарш. Вот лука в этих котлетах должно быть реально много. По ГОСТу лука 50% от мяса. То есть можете себе представить котлета, которая сделана из половины мяса и половины хлеба. При этом эта половина мяса на 50%, но наполовину состоит еще из лука. Ну, мы в детстве ели и были, по-моему, очень довольны. После того, как фарш готов, надо его тщательно вымесить. Выливаю сюда яйцо. И вот так вот буду вымешивать минут 5. Добавим сюда сольки. Ну, кто как любит. Я добавлю вот так вот. И, смотрите, перец, опять же, такие по вкусу. Кто-то не любит перченое. Школьные котлеты... Ишел там перец или нет? Нет, не шел, да? Это наша интерпретация. То есть школьные котлеты, перец не идет. Но так как я люблю перец очень сильно, во всех его видах и проявлениях, то добавлю сюда и перца. Ну да, какой для детей перец? Во-первых, перец дорогой. Всех детей Советского Союза прокормить перцем было достаточно сложно. Хорошенько это вымесим, друзья. И отправим фарш в холодильник на полчасика, чтобы он набрался специи, немножко созрел, так сказать, чтобы лучок раскрылся, чтобы фаршик немножко просолился. Такое созревание фарша, в принципе, желательно проводить с любыми блюдами из фарша. Хоть вы люля-кебабы готовите, хоть котлеты. В общем, в холодильнике его. Фарш охладился. В первую очередь подготовим противень. Мы застелили противень тефлоновым ковриком, купленным на Алиэкспрессе. Можно использовать обычный пергамент для запекания. Смазываем противень растительным маслом. А пока Лариса смазывает, я расскажу вот про эту штуку. Мы приготовили панировочные сухари. Не покупали готовые, а именно приготовили сами. Нарезали кубиками где-то один сантиметр белый хлеб и черный хлеб украинский в равных количествах. То есть, грубо говоря, по весу или по объему, примерно в равных количествах. Высушили их в духовке и перемололи на мясорубке. На кофемолке, извиняюсь. Вот получили такие чудесные панировочные сухари. Добавляем панировочные сухари. Муку все равно, какого сорта, я думаю. На стакан сухарей берем 1 четвертую стакана муки. Тщательно перемешиваем. Таким образом получилась правильная панировка для столовских котлеток. Теперь приступим к лепке, так сказать. Руки смачиваем водой, чтобы фарш не прилипал к рукам. Формируем котлету руками. Ну, естественно, чем ее еще можно формировать. И хорошенько обваливаем в панировке. Ларис, сделай их аккуратнее, а то какая-то она у тебя кривая. Не будет кривая? Нет, не будет. Мы их сделаем красивенькие. Я же только начала лепить. Такая тебе нравится? Да, получше будет. Выкладываем готовые котлеты на противень. Слепили колбаску, хорошенько обваляли в сухарях. Придали ей нужную форму. И еще раз обваляли в сухарях. Точно так же слепим все котлеты оставшиеся. Готовые котлеты буквально чуть-чуть сверху вот так вот сбрызнем растительным маслом. Сильно не надо, много. Ну, вот как Лариса показывает. Духовку разогрели до температуры 200 градусов. В разогретую духовку помещаем котлеты на выпекание. Ориентировочное время приготовления полчаса. Я включаю секундомер. И как только котлеты будут готовы, я точно скажу, какое время у нас заняло приготовление. Прошла 31 минута. У нас в квартире вкусно пахнет котлетками. А мы тем временем извлекаем их из духовочки. Вот такие вот красотулечки у нас получились, друзья. Сейчас минут 5 остынут и будем дегустировать. Если бы лет 30 назад в столовой где-нибудь на Крещатике вы заказали комплексный обед, наверняка бы получили бы примерно такое блюдо. Яркие атрибуты того времени. Соленый огурец, зеленый горошек и вермишель. Вермишель должна была быть сварена не так, как мы ее сварили, рассыпчатая и отдельная, а немножко слипшаяся в блин. Но это были издержки того времени. Также хлебушек. Сейчас такие кирпичики, которые были в 80-х годах прошлого века, наверное, уже даже в селах глубоких не продаются, по крайней мере в Украине. Поэтому мы вынуждены печь его сами. А сейчас для антуража мы купили какой-то хлеб. Друзья, давайте посмотрим, что внутри нашей школьной котлеты. Она очень нежная. Реально очень нежная. Ну и вот такая вот она по виду. Посмотрите, именно то, что надо. Именно то, что надо. Сейчас я попробую и расскажу вам о вкусе. Кстати, на этапе полуфабриката, вы можете эти, когда вы их уже обваляли сухарями, вы можете котлеты заморозить и хранить их достаточно долго в холодильнике, а при необходимости размораживать и готовить ностальгический ужин. Вот такой у нас сегодня будет. Конечно, в школе эти котлеты продавались, она прям бутербродами была, она вот на кусочке хлеба лежала. Ну, кто помнит, тот поймет. А я уже вожделею, очень хочу попробовать. Лариса, они остыли? Я не обожгусь. Будешь что-то дуть. Друзья, это именно то. Именно то. Хрустящая корочка, внутри очень нежная, ну, очень нежный фарш. То есть, это не мясо в чистом виде, естественно. Там хлеба в порядке. По вкусу практически идеально. Чуть-чуть я не досолил. Чуть-чуть. Вот мне хотелось бы более солененькую. А так, это вкус детства реально. Интересно, на хлебушек возьму этот кусочек. Ну, хлеб не тот. Того хлеба, который мы малыми покупали в столовке. А кто кидался в столовке хлебом? Помните обеды, такие длинные столы? И, Иванов, не кидайся хлебом. Хлеб все портит. Школьная котлета получилась просто потрясающая. Конечно, молодежи этого не понять, наверное. А нам, людям старшего поколения, она реально классная. Ну, и плюс мы знаем, что эту котлету мы приготовили из хорошего, из качественного мяса. Она очень вкусная и очень нежная, друзья. Попробуйте, вам понравится. Особенно, если вы родились в 70-е, в начале 80-х. Да, если в 60-е, тогда тем более понравится. С удовольствием представляем вам по некоторым просьбам наших подписчиков рецепт школьной котлеты, приготовленный по ГОСТу. Как я уже сказал, от ГОСТа мы немножко отступили. Но, в любом случае, блюдо надо адаптировать под настоящее время. Потому что сделать ее с 50% хлеба, хотя можно попробовать. Как-нибудь за кадром попробуем. Я думаю, что вопросов тут не возникнет, а если вдруг возникнет, задавайте их в комментариях. Не забывайте там колокольчик нажать и подписаться на наш канал. Ну, если понравилось, если полезно, ставьте лайк. Если вспомнили, что это доброе, тоже ставьте лайк, друзья. Мы с Алисой будем прощаться с вами и снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!